Недоделки на Московском проспекте устранят к осени. Информация прозвучала сегодня на муниципалитете Ярославля. Юбилейная реконструкция главной магистрали города стала одной из самых горячих тем на заседании депутатов. Ирина Ануфриева рассказывает. На том же Московском проспекте идет просадка люков идет. Как у нас, если сейчас с аэродром строим, приходится судиться даже за доделки. Про дороги и аэродром Дорстрой вопросов много. И в основном в разделе разные. В масштабной реконструкции дорог, выполненные к тысячелетию Ярославля, город до сих пор не может поставить точку. Причин тому много. Сейчас власти Ярославля в качестве претензий пытаются изыскать с подрядчика полмиллиарда рублей в арбитражном суде. Почти на 500 миллионов рублей мы выставили претензии. Аэродром Строй выставил нам встречно претензию по продлению сроков. Стадия нормальная. Мы не говорим о том, что мы согласны со всеми делами, которые они затянули. Но тем не менее, значит, все объекты работают, они заканчиваются строительством. И мы в ближайшее время, ну по крайней мере до сентября, должны все сдать. Не меньше интерес к теме строительства детских садов. В ближайшие два года в Ярославле их будет построено 9. Но именно сейчас идет один из главных этапов подготовка проектной документации. Вот тут-то среди народных избранников обнаружились разногласия. Часть депутатов посчитала, что детские комбинаты изначально надо проектировать за бассейнами. Но учитывая, что даже без бассейнов эта детская стройка потребует более полутора миллиардов рублей, решили, что лучше экономить. Бассейны, если улучшится финансовая ситуация, пристроят потом. Я не знаю, насколько это верно, насколько они правы или насколько они заблуждаются. Настаивают на том, что второй и третий этаж там, по их сведениям, якобы предполагается, что будут живыми. Если это так, это сильно меняет картину, потому что это же фактически превращает весь этот парк фактически в двор этого жилого дома. Вот, это первое. Ну, вот хотелось бы понять, насколько, так сказать, это правда. И сразу отвечаю, неправда. Эти вопросы про парк «Дружбы». В Первомайской появился забор, много разногласий и со стороны жильцов соседних домов. От их лица сегодня высказывались депутаты. Представители департамента архитектуры подтвердили, стройка законна. Вот только размеры строящегося центра все-таки подкорректировали в сторону уменьшения. Вот получается, что вот территориально они вот так примерно залезли на эту крайнюю дорожку этой клумбы. Значит, я им предложил, значит, дорожку освободить и отодвинуть здание, ну, 6-12 метров, обрезать здание. Таким образом, здание будет старше буквы ГЭС, да, и выходить туда. И производство работ они проведут, заходя с Первомайской улицы, непосредственно в границе самого здания, которое будут строить. И методом выхода на себя, выход на себя, то есть сначала выполнять этот участок, и выходя на себя, не будут располагаться в парке. Сегодняшнее заседание стало последним в летней сессии, поставленной точкой перед каникулами. Хотя, безусловно, большинство вопросов из продажи водоканала и инвестиционной программой перейдут в осень. А пока депутатские каникулы.